А теперь давайте выпьем за удачу, за то, чтобы там пореже пришлось переносить удары судьбы. Особенно, если эти удары приходятся ниже пояса. Доктор, а я теперь в футбол играть смогу, я вообще жить буду. Футбол-то, футбол-то сможешь, конечно, а вот жить вряд ли. Ну, за деньги мы уже пили, давай выпьем за любовь. За деньги? Нет, за любовь. Ну, за деньги. А, ну давай тогда выпьем за любовь, за деньги. Ну да, я слушаю вас. Да, да, старшествой номер, да, я слушаю вас, конечно, я, я всё поняла, родной. Будет хорошая девушка, конечно, экзотическая, ох, я понимаю, ну подождите немножечко. Эдик. Попал, 106-й номер, у тебя на обслуживании очень серьёзный человек, так, иностранец. Он хочет хорошо провести вечер, просит на ночь, просит на ночь что-то, ну ты понимаешь, и такое экзотическое. Попал, Павлович, желание клиента для нас законно. Я пошёл за человеком. 106-й. 106-й, это я. Да, и скоро. О, какая экзотика. Так, ну, ты всё помнишь? Конечно. Что он хочет? Всё хочет, знаю, что хочет. Ну что хочет он, как ирин? Экзотики. Экзотики. Ты только побоешь. Экзотики. Побоешь. Давай, козёл, стучи уже. Всё, стучу. Экзотики, сучки, о, мой господин. Шайкановые люди, паразиты. Я вас что просил мне провести? Я экзотика просил провести. Экзотика. Тьфу на вас. Выпьем за санитаров нашего городка. За тех, кто подбирает то, что плохо лежит. То есть, за работников медвотрезвителя. Пятёрочка. Пятёрочка. Ну что у вас? То же самое. Никого. Ни одного вообще. Сейчас бы хотя бы одного пьяного вот так вот поймать. И уже можно пошабашить уже, да? Где? Ну. Где? Третий час. Ни одного. Ни одного лукаша нет. Слушай, а у тебя в детской комнате милиции знакомых нету случайно? Детской? Да. Зачем ты? Я тут поздно вчера выхожу из дома. Так? Угу. Смотрю, лежит кошелёк. Пухлый такой, знаешь. Я так к нему потянулся, и он прыг. Я опять потянулся, он опять прыг. Смотрю, пацан соседский, паразит. Как он за ниточкой? Да, за верёвочкой выдёргает. Да ладно. Ну и что ты заводишься? Мы все в детстве так делали. Да, вчера опять выхожу из дома, смотрю, уже у подъезда прямо лежит пистолет Макарова. Ага. Представляешь? Пушка? Пушка. Пушка. Я думал, мне премия уже точняк обеспечена. И только я за него так ручкой, он опять прыг. Ну и кто это? Он же. Этот пацан. Гадёныш, мамы. Подлец. Опа. Саня, Саня, ну-ка стой. Всё. Клиент. Пошли. Алё. Вставай. Вставай, давай. Вставай, я сказал. Вставай. Ой, тувам. Реклама. И всё. Билет я тебе купил. Ну, а что ты... Завтра полетишь? Ну, а что быстро? Я бы завтра... Завтра, завтра. Я бы завтра полетил. М-м-м. М-м-м. Завтра. Что такое? Запах пота? Да нет. Твой дезодорант из Кирсона. Дезодорант из Кирсона заменяет запах пота. Полетишь завтра. Выпьем за или тосты нашего городка. Скажи, а кого ты больше всего любишь? Людей. Всех. Уже всех. Тогда давай теперь выпьем за жизнь всех людей. За жизнь всех людей. Угу. Замечательно. Жизовы. Жизнь замечательных людей. Великие ученые Никола Коперник и Галилео Галилей жили в разные времена. Но по выходным любили встретиться и поболтать за кружкой пива. Ну что, Коля, за науку? Давай. За нее. За нее. А что там у нас новенького? Ну? Она круглая. Она круглая. Плоская. Плоская. Да какая же она плоская. Круглая она. Круглая. Плоская. Да что он мне говорит, что она плоская? Какая она плоская? Круглая она, а не плоская. Плоская. А я говорю, другая. А я говорю, глоткая. Другая. Готкая. А-а-а. Я все понял. Она же вертится. Замечательного русско-немецкого офицера, штандартного фюрера СС полковника Исаева Штирлица часто одолевала ностальгия. Особенно он тосковал по тёще. Бывая на родине, в первую очередь он спешил именно к ней. Шёл всегда, как на праздник. То цветочки подарит. Ну, здравствуйте, Маргарита Адольфовна. То оградку поправит. Замечательный знаток нечеловеческой музыки Вэм Ленин готовился к Октябрьской революции. Очень хорошо. Очень хорошо, товарищ Катрус. Очень хорошо. Ну, вы как хотите, Владимир Ильич. Балцовет рекомендовал вам взять с собой наган. Нет, батенька, спасибо, но как гвоздь мирового пролетариата, я предпочитаю оружие пролетариата. У вас в лыжничке не найдётся, товарищ? А вот ушки случайно и найдётся. А лучше два. Лучше два. А зачем? Как зачем? Первый для жандармов, а второй... Для казаков. Нет, батенька, второй. Если не отобьюсь, для себя. Для такого дела Владимир, вы наш Ильич. И булыжненько не жалко. Спонсор программы «Городок» компания «Миал-С». Французские натяжные потолки «Экстензо». «Экстензо». Павел Старк, спасибо. А давай сейчас выпьем за детей. Ты против детей. Ничего не имеешь? Против детей? С собой ничего. Да нет, я говорю, давай выпьем за детей, чтобы у них всё было, как в сказке. Нет. Просто, чтобы у них всё было. Всё. Однажды солнечный куделёк заварзил на буховой задрыжке Росяхин балабас. Всех не заплюх, вознюков, шалашек и сказал... Ох, курнявый Росяхин, к кузякому козеленью мы шаймаш перебухниваем чучевальную лужавейку. Блюхи шаймаш не струячат, шурлявки шаймаш не бусякают, тюсяки не фугачат. Бабай, Калянович, а вот до гуськи нам зенькать, вот эти шлиндры-то потяпкать. Ты, и я, и я сегодня барыбкаю всем шаймаш не заплюхом, что есть из бодячиного кунделька. Усяки шаймаш не застрякают, а я, я затырю свою правую тютю, поблондырку. Ущаяна разбрякает шаймаш мою тютю, зюзю шаймаш. Послушали не за плюхи балабаса, и земка захрюндели, и вся страна улыбнулась. Выпьем за искусство. Ведь искусство, как и водка, принадлежит народу. Заразы. 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 Художник Алексий Леонов. Космический мусор. Слушай, а сколько вы уже выпили? Ну, это же ужас. Ужас. Мама, купи вот эту тетю. Что сделать? Купи вот эту тетю. Женечка, это же живая тетя, она не продается. А вот эту. Что? Тетю. Что сделать? Купить. Как это можно купить? Живую тетю. Тетю, с позволения. Ну, тогда я в следующий раз опять с папой пойду гулять. Добрый день. Здравствуйте. А где вы все живете? Видите ли, а я по поводу вызова на дому. На чем дело? Ну, такая очень деликатная история. Дело в том, что у меня есть кошечка. Да. Приблизительно 7 лет. Да. И вы знаете, она не бывает на улице. Она просто никогда там не была. Вы что, больная же? Нет, я не выпускаю ее. Но она при этом раз в полгода приносит котят. Ну, как это может быть? Вот так. То есть, на улице она не бывает, а котят приносит? Да. Нет. Ну, может, она у вас на балкон выходит, там на подоконник. Нет, 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 нет. Видите ли, в чем дело. Я... Любые какие-то интимные контакты с противоположным полом, они просто исключены и контролируемы мною. Я ведь знаю, что происходит вне нашего дома. И поэтому случайные связи просто исключены, поверьте, доктор. Поэтому я здесь. То есть, вы хотите сказать, что ваша кошка, так сказать, ни с кем не встречается, и при этом два раза в год рожает котят? Увы. Ну, это же феномен какой-то, извините. Да. Ну, давайте, приду, посмотрю. Милости прошу. Айти, айти, айти. Слушайте, ну, я не могу понять, в чем дело. Совершенно нормальная кошка, никакой аномалии. Я никак это происходит, я не знаю. Я не знаю. Какая беда. Айти, айти, айти. Айти, 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 айти. А этот кошак тоже у вас живет? Конечно. Ага. Так что же вы хотите? Вы еще спрашиваете, откуда у него котята? Как же вы могли подумать, доктор? Это ее родной брат. И если все мы будем здоровы, то не понадобятся нам пухлые истории болезни и их толкователи. И больше никогда не получится у нас прикол, который мы сняли с помощью нашего друга, артиста Виктора Сухорукова. Будем здоровы. Прочтите мне эту бумажку. Садись, я с вами сяду. Садись, помоги. У меня история болезни, а я стащил ее. Иди читайте. Вот отсюда, прочтите. Вот здесь, вот что они? Жалобы. Универсайте черепно-мозговой травмы. Получили 23 февраля сего года. У больного начались резкие изменения здоровья и поведения. Неконтролируемый ночной и двойной инурез. Дневной. А что такое? Метеоризм. Менурезм. Менурезм. Что такое менурезм? Не знаю. Ухудшение зрения. А метеорит? Ухудшение зрения. Повышенная агрессивность, как средство возникшей алкогольной зависимости. Провалы в памяти. Наблюдение специалистов. Наблюдение. В результате проведенных тестов и бесед может быть... Это они мне треугольники заставляли рисовать. Состояние агрессивности и приступы ярости начинается с обильной зевоты. Даже при легком обвинении становится неконтролируемым, агрессивным и опасным. Рекомендации подлежит немедленной госпитализации. Куда вы? В результате чрезвычайной травмы, полученной 23 февраля сего года, 23 февраля, понимаете, какая мистика? А вы говорите, Бога нету. У больного начались резкие изменения здоровья и поведения. Неконтролируемый ночной и дневной энурезм. А что такое энурез? Энурез? Что такое? Это у бабушки, спросите. Бабушки, что такое энурез? А откуда мы живем? И пришли волхвы с востока и говорят, где здесь родившийся царь иудейский? А вот моя голова-то, вот. Ну ясно, но он был не в белой шапочке, а ведь. Состояние агрессивности и приступы ярости начинается с обильной зевоты. Даже при легком обвинении становится неконтролируемым, агрессивным и опасным. И рекомендации подбежит немедленной госпитализации. Начальник 2-го отделения военный врач полковник Левер и Эл. Все. Спасибо. 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 У больного началось резкое изменение здоровья и поведения. Неконтролированный ночной и дневной энурез, обсыкаешься. Обсыкаешься? Да, метеоризм. А метеоризм что такое? Метеоризм. Быстробие. Быстробие. Потливость, ухудшение зрения. Ага. Повышен агрессивность, как следствие возникшая алкогольная зависимость, провалы в памяти. Вот что тебе написали. Агрессивен ты, убивать тебя нахуй. За что? Что тут не было агрессивности? Сейчас давайте выпьем просто за спокойную ночь. Только не проспите свое счастье. Получше. Извольте объяснить, что вы делаете в моей постели в столь позднее время, а, Ржевский? Я, ваше превосходительство, ничего здесь не делаю. Что значит делаю? Я вам сьюсь. Это сон. Это страшный сон. Сон. Странно. Вторую неделю. Один и тот же швам. Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в городок. На нашу улицу в три дома, где все просто и знакомо на денек. Где без спроса входят кости, где нет зависти и злости.